Всем привет! Меня зовут Ирина и добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня хочу поделиться рецептом лёгкого творожного летнего торта. Оставайтесь со мной! Для творожной основы понадобится полстакана холодного молока. В нём необходимо развести желатин. Желатина 10 г. Слегка размешаю и оставлю желатин, чтобы он набух. Оставлю в сторонке желатин и займусь остальными продуктами. Здесь у меня сливочное масло в количестве 130 г и 140 г сахарной пудры. Сливочное масло комнатной температуры, очень мягкое. С помощью венчика хорошо его размешаю, взобью слегка до попеления, чтобы масса стала пышной. Для удобства можно воспользоваться миксером. Я делаю это всё с помощью венчика. Главное, чтобы масса поменяла свой цвет, приобрела такой белый цвет и стала такой вот пышной. Добавляю туда один желток, который у меня остался от бисквита. Бисквитную основу я заранее приготовила. Она готовится простым способом. Рецепт этого бисквита у меня есть уже на канале. Перемешиваю всё с одним желтком и отправляю творог. Творога 350 г. Творог у меня зернистый, сухой. Если творог попадается влажный, желательно лишнюю влагу с него отжать, чтобы творог был всё-таки сухой. С помощью ложки перемешиваю до кашеобразного состояния. Вот такая вот однородная получится должна масса. И буду заниматься сливками. Сливки подойдут сюда 33-35%. У меня 35%. Я с помощью венчика хорошо всё перемешиваю до загустения сливок. Главное сливки не перебить в масло. Как только сливки загустели, отставляю их в сторонку до такого состояния. Этого достаточно. Желатин у меня слегка набух, но не разошёлся. Отправляю в удобную миску. И эту миску отправляю на паровую баню. В кастрюльке у меня кипяток. Постоянно помешивая молоко, буду ждать, пока желатин полностью разойдётся. Видны крупинки на ложке. Это пока ещё желатин. Как только крупинки пропадут, значит желатин разошёлся. Вот, пожалуй, всё. Если молоко горячее, его необходимо остудить до комнатной температуры. Таким же образом желатин можно развести и в микроволновке. Отправляю тёплое молоко вместе с желатином в осторожную массу. Хорошо всё перемешиваю с помощью ложки. В последнюю очередь буду добавлять сливки. Желатин сразу начинает работать и масса начинает густеть. По желанию в массу можно добавить ванилин, либо лимонную цедру. Для аромата можно в небольшом количестве добавить любые ягоды. Будет тоже очень интересно. Отправляю взбитые сливки. Продолжаю всё размешивать, чтобы все продукты объединились между собой и масса стала однородной. Заранее я испекла основу. Это бисквит. Готовится очень просто. Рецепт у меня есть на канале. Ставила бисквит на дне разъёмной формы. Диаметр моей формы 21 см. Отправляю туда творожную массу. С помощью ложки всё хорошо разравниваю и отправлю в холодильник, чтобы масса хорошо застыла. После того, как творожная масса застынет, в течение получаса выложу сверху фрукты и ягоды и залью это всё желе либо агар-агаром. Посмотрите на мой конечный результат. Кусочком этого прекрасного летнего и вкусного торта уже угостились. Вверх у меня украшен и выложен ягодами персики, абрикосы и виноград. И залить желе. Желе я готовлю согласно инструкции, но желе всегда заливаю фруктовым соком. Отрежу кусочек, побалую теперь себя уже вкусным тортом и покажу текстуру его внутри. Текстура довольно плотная. Она не воздушная, так как творожная масса всё-таки имеет более плотную консистенцию. Но торт очень получается вкусный, летний, в меру сладкий и довольно лёгкий. Лето, пожалуй, это тот период, когда можно побаловать себя такими лёгкими творожно-фруктовыми тортами. Сахара в нём умеренное количество и поэтому для сладкоежек может показаться, что сахара даже недостаточно. В творожную массу также можно добавить ещё немного сгущёнки. Я в этот раз этого делать не стала, оставила всё как есть. В холодильнике он у меня простоял около 5 часов. Масса застывает моментально. Посмотрите, какая хорошая творожная получилась в нём текстура. По вкусу он на самом деле получается очень лёгкий, приятный и съедается моментально быстро. Жалко, камера не передаёт этот прекрасный творожный вкус, но я думаю, по текстуре прекрасно всё видно. Желе у этого торта можно менять и использовать разные вкусы, добавлять также разные сезонные ягоды и каждый раз получать всё новый-новый вкус и аромат. В полное описание и более подробное количество всех продуктов, как обычно, оставлю внизу под видео в инфобоксе и в конце видео. Но я буду с вами прощаться и говорю спасибо всем, кто был со мной. Буду продолжать наслаждаться вкусным кусочком этого творожного торта. От вас буду ждать комментарии. Мне будет очень интересно их почитать. Возможно, кто-то готовил или готовит такой торт. Желаю всем приятного аппетита, всего хорошего и до новых встреч. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok